В КЧГУ имени Умара Лива при поддержке министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Крачаево-Черкесии прошла регионально-научно-практическая конференция актуальной проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа, посвященная 130-летию со дня рождения. Классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Алихан Лепшоков подробнее. Сегодня каждый из нас должен вносить свою лепту в сохранение родных языков, что напрямую связано с будущим каждого народа. Открывая пленарную часть конференции, ректор КЧГУ имени Умара Лива Таусултан Уздимов отметил, что такие научные формы позволяют найти пути в решение проблем изучения родного языка. И это, возможно, позволит улучшить качество его преподавания в образовательных учреждениях. Проблемы, сегодня заявленные в нашей конференции, они являются очень важными и значимыми. Сегодня только ленивый и равнодушный не ставит вопросы, куда мы идем. Регресс или прогресс нашей культуры. Сегодняшняя наша культура, национальная культура, карачаевская культура, вместе с культурой других народов Карачаева, Черкесии, Северного Кавказа переживают глубочайший кризис или же наоборот возрождение. Поверьте, есть аргументы и туда, и для обратной точки зрения. Наша задача – поддерживать подобные научные конференции. И сегодня особо значимо, что в нем принимает участие вся общественность республики, отметил министр по делам национальности и массовым коммуникациям печати Карачаева-Черкесии Альберт Кумуков. Он также рассказал о работе по созданию книги «Сказки народов Карачаева-Черкесии» на пяти субъектообразующих языках республики. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Карачаево-Черкесский госуниверситет за то, что откликнулись для проведения нашей конференции. Ведь проблема изучения языков, она актуальна для всех народов Карачаева-Черкесии. И мы непонаслышке знаем, что именно Карачаево-Черкесский госуниверситет в лице Таусултана Бекировича делает все возможное для сохранения языков наших народов. Важно отметить, что данная конференция посвящена 130-летию со дня рождения известного классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. Джеркес Самоил, как его называют в народе, навсегда вошел в историю литературы как мастер поэтического слова и народным певцом, песни которого продолжают исполнять и сегодня. Любовь к восточной поэзии Исмаилу наследовала от отца, к родной словесности от матери. Его учителями были родители. Мать поэта Джулдусхан Беджиева была сказительницей. Она порой разговаривала стихами собственного сочнения. Отец Унух знал арабский язык. Собравшись, отмечали уникальность творчества Исмаила Унуховича Семенова. Его произведения богаты своей национальной самобытностью, но также особо важно выделить духовное составляющее его стихотворений. И даже мы можем сказать, что он был богословом. Хоть он и скрывал это все, но он в своих стихах, когда есть один стих, я его прочитал, обращение к Аллаху. Какими словами он обращается к Аллаху? Человек указывает на его уровень понимания ислама и уровень сознания. Человек глубоко был верующим человеком. Также отметил важность изучения родного языка и мэр Карачаевский Альберт Доттаев. В свою очередь пожелал успехов в работе в конференции заместитель председателя общественной организации Карачаиланхалк Сулейман Баташев. После чего победителям республиканского конкурса чтецов стихотворений Исмаила Семенова, который прошел на базе КЧГУ, вручили сертификаты. Также ребята прочитали стихи народного поэта. А еще для всех участников конференции была организована выставка декоративно-прикладного искусства и книг с произведениями Исмаила Семенова. Алихалип Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.